Всем привет! Решил снять коротенькое видео про Литол-24 и можно ли им обрабатывать металлические поверхности. Прошлое мое видео, где я обрабатывал крыло, вызвало некоторые сомнения у людей, также эмоции о том, что это колхоз, Литол гироскопичен, им нельзя обрабатывать. Но я решил в эту тему немножко вникнуть. Залез в интернет, на некоторых каких-то непонятных сайтах написано, что он гироскопичен. На сайте производителя написано обратное, что он как раз и предназначен для консервации металлических изделий, что прекрасно спасает от државчины и так далее. Не знаю, кто прав в этом вопросе, но сейчас продемонстрирую, как на практике все это происходит. Вот полгода назад я менял здесь привод, на другой стороне тоже привод снимался. Гайки, чтобы эти открутить, я сначала все тут от песка строил. Иначе, думаю, было бы не открутить. Резьба вся была закисшая. Вот примерно так я замазал Литолом. Как видим, проездил зиму, весну, по реагентам, по воде, по всему этому делу. И вот так вот выглядит эта гайка. Но даже могу здесь немного потереть. Видим, что вот чистый металл. Хотя слой был довольно-таки тонкий здесь. С той стороны я очистил гайку. Сейчас я покажу, как она выглядит. Вот, пожалуйста, была пескоструйная гайка. Так же выглядела, как на той стороне все. Черная была, непрезентабельная. Вот оттер гайка, как новая, грубо говоря. Как я ее от пескоструил. Вот резьба вот здесь. Все четко. То есть, мое мнение, Литол можно использовать как консервант. А в остальном решайте сами. Вот, на практике полгода. По зиме, по весне. Все отлично. Теперь снова промажу эту гайку Литолом. И хочу также через годик также стереть ее и показать вам, что произошло. Такое вот было коротенькое видео. На этом на сегодня все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok